Ярко-желтые велосипеды, которые с июля 2019 года заполнили велодорожки Минска, сегодня расширили свою территорию. Брест открывает свой велошеринг. Велосипеды до первых морозов будут находиться в тестовом режиме для того, чтобы следующей весной все работало без сбоев. Экологичный транспорт будет выставлен на четырех площадках. На территории городского сада, университета имени Александра Сергеевича Пушкина, администрации Московского района и супермаркета Микса. Для пилотного проекта предоставят 100 велосипедов, но в ближайшем времени это число увеличат до тысячи. Мы не отказываемся от этого общего нашего тренда, что город Брест должен быть городом экологичным, городом комфортным. И велосипедное движение является одним из ипостасей вот этого составляющего фактора. Поэтому то, что сегодня у нас получается, у первого областного центра Беларуси, для нас это очень комплиментарно, потому что это какое-то доверие к городу Бресту. Естественно, будут какие-то негативные моменты, естественно, могут быть разные толкования, но я почему-то не сомневаюсь в успехе этого проекта. В подтверждение своих слов Александр Рогачук первым опробовал велосипеды от Колобайка и остался очень доволен. Это элемент цивилизации, это круто, знаете, это просто круто, настолько, что мне даже так нравится. Для пользования городским прокатом нужно скачать мобильное приложение Колобайк. После успешного скачивания останется лишь привязать свою банковскую карту, с которой будет происходить оплата услуг. Стоимость аренды велосипеда будет зависеть от времени – 50 копеек за 15 минут, 2 рубля за час проката. Велосипеды тяжелые – это сделано для того, чтобы… Он сделан антивандальный, это велосипед прогулочный, он сделан для краткосрочных поездок. Те, кто привыкли пользоваться своими горными, спортивными, шоссейными велосипедами, конечно, они будут говорить, что это тяжелый велосипед, сравнивая с своим транспортом. Он сделан, то есть мощная рама для того, чтобы было удобно, безопасно на нем прилегаться, чтобы если он упал, чтобы он не погнулся, чтобы если его швырнули вандалы, там, об стол, чтобы он тоже не погнулся. Все это сделано для того, чтобы техника прослужила долго и много ей могли пользоваться. Ну и чтобы его не воровали, потому что тяжелый велосипед никому не нужен. Одним из условий взаимодействия городских властей со столичным инвестором стала поставка в Брест брендированных велосипедов. Они будут отличаться по цвету. Брестские велосипеды будут сине-голубыми. Одно из условий нашего взаимодействия с этой компанией, чтобы велосипеды были в символах нашего герба города Бреста. Не желтые, а сине-голубые, бело-сине-голубые. То есть, как кому удобно, цвет Брестского Динамо или цвет города Бреста, поэтому это будет красиво. Минская статистика показала, что самые эффективные поездки длятся не более 15 минут. Кроме того, данный сервис будет полезен тем, кто давно мечтал о велосипеде, но не мог приобрести. Популярен велопрокат среди родителей, еще дети имеют велосипеды. С помощью данного сервиса они могут сопровождать их во время совместных прогулок. Велошеринг активно используют и в ночное время, когда общественный транспорт ходит не так часто. Как показывает опыт соседних с нами стран, городов, например, Люблина, городской прокат за три года увеличивает количество людей, которые пользуются велосипедом в пять раз. А у нас в Бресте 5 тысяч велосипедистов, кто использует как городской транспорт. Это данные мы проводили опрос с помощью социолога. И есть отложенный очень большой спрос. 27 тысяч человек желают пользоваться велосипедом. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.